Я пришла к маме, мы сейчас будем делать пирожки, тесто, мама сейчас скажет, тесто мы вам уже давали, я пропишу еще, если не забуду, под видео. Какое вам это тесто? Здесь кефир, пачка, 400 грамм и плюс 200 грамм воды. Ну я немножко была, когда свет был, подогрела, хотя бы чтоб чуть-чуть. И добавляю от 40, тут 42 грамма дрожжей, вот такой кусочек я оставляю. Где-то 35 грамм. Вот пачка кефира, 200 грамм воды, 35 или 40 грамм дрожжей, ложка соли, чайная? Нет, столовая. Ложка соли, ложка, столовая ложка сахара, что еще? 6 стаканов, это в каждом стакане 160 грамм, просто 6 умножите на 160. 960 грамм получается. 960 грамм, ну килограмм. И сколько алии? 3-4 ложки. И 3-4 ложки алии. Я уже давала что-то. Да-да, мы вам давали, ну знаешь, люди не все же смотрят. Так, я олею, немножко подмешу, а потом только буду добавлять олею. Угу, тесто. В общем, почти килограмм. Я не буду измерять, я сама... Да, мама уже знает, и мы вам тоже говорили. Не, не надо, я всю жизнь на глаз делаю. Это мы измеряли, чтобы вам конкретный рецепт дать. Если у вас нет весов, берете стакан обычный, советский и... Полный, 250 граммовый. Да, таких 6 стаканов. Это и будет почти килограмм. Да. Все, мама всегда про... И тесто месить, не забивать, мягкое, мягкое тесто надо месить. То есть, если оно... А еще сейчас, если света нет, я вот ставлю на... У меня пластины батареи. Ну, такие мало батареи. Кого, конечно, такие или бронту не поставишь. А мне хорошо, что вот такие пластины. Всегда я и хлеб зимой ставлю туда. Вот такое тесто должно мне гусить. Видите, оно не забитое. Оно самое главное, что оно не забитое. И оно еще подойдет, будет еще мягче. Вот я его смазываю, этот тазик, растительным маслом, выложила. И теперь на вторую сторону, видите, вот. Видите, какое. И оно с той стороны будет в масле, и с этой оно не будет не липнуть ничего. Ну, как мама на батарею кладет. Мне хорошо, что есть такие батареи. Все, пусть подходит. Без 20 час. Это мама пюре приготовила для картошки. Это с укропом. Да, это с укропом для нашей семьи. А Сержек Зелен вообще не кушает, этому отдельно. Ой, пожалуйста. Ой, ну так. Холодно так. Просто холодно. Ну, сейчас скоро подойдет тесто, наверное, с часа. Мама, час примерно будет, да? Как подойдет? Час, смотря как подойдет. Какая температура будет? Без 20 час поставили, скажем, если сколько у меня подошло. Вот такие, такие серьезные. И надо быстро это сделать. И спечь в апритюре практически. Пойду я домой понесу. Я надеюсь, что час. Боже, какое-то удовольствие. Вообще своим родителям тоже, если у вас есть взрослые родители, купите такой телефон недорогой. Ну, это, это Арайка старый телефон. И научите. Мама так долго не хотела. Боже, вы свидетели. Как она долго не хотела? Как она упиралась? Не один год. Она упиралась пару лет. Потом каким-то образом. Ее телефон, по-моему, вообще там что-то там испортился. И она была вынуждена, вынуждена. Чтобы не покупать, тоже это экономия момента. Чтобы не покупать новый телефон, такой же кнопочный, она уже согласилась, скрипя сердцем, вот этим пользоваться. И вот потихоньку, потихоньку она в шоке. Она столько много интересного. Сериалы, которые они не могут смотреть по телевизору, теперь можно, сейчас нашла. Она закачивает, она сохраняет. Там она, правда, еще путается, но это надо набраться терпения и объяснить. Телефон имеет очень большое значение в жизни взрослых людей. Это такая разноманительная, разноторонняя получается. Цветная. Боже, какое-то удовольствие. Вообще своим родителям тоже, если у вас есть взрослые родители, купите такой телефон недорогой. Ну, это, это Арайка, старый телефон. И научите. Мама так долго не хотела, боже, вы свидетели. Как она долго не хотела, как она упиралась. Не один год. Она упиралась пару лет. Потом каким-то образом ее телефон, по-моему, вообще там что-то там испортился. И она была вынуждена, вынуждена, чтобы не покупать. Тоже это экономия момента. Чтобы не покупать новый телефон, такой же кнопочный, она уже согласилась, скрипя сердцем, вот этим пользоваться. И вот потихоньку, потихоньку. Она в шоке. Она столько много интересного. Сериалы, которые они не могут смотреть по телевизору, теперь можно, сейчас нашла. Она закачивает, она сохраняет. Там она, правда, еще путается, но это надо набраться терпения и объяснить. Телефон имеет очень большое значение в жизни взрослых людей. Это такая разноманительная, разноторонняя получается. Цветная. Маму пока света не было, уже свет дали у нас. Пока света не было, мама все сделала. Пирожочки такие. Это Сержика, 10 штук. Сержик, это зелени там нет, да? Накрывает, закрывает. Нужно подойти. Так, муку убираем. Знаете, сейчас я досмотрела Мастер-шеф, Битва сезонов, там, где уходит парень Кривец. Кривец? Там украинская, наверное, Кривец. Такое тяжелое, такое ощущение, что я тяжелый сериал посмотрела. Ну, не хочу говорить об этом. Плохо себя ребята вели там. Нельзя гнобить человека, только потому, что он другой. Не знаю. Тяжело. Я посмотрела. Настроение испортилось. Так, вот так мама берет. Вот такие штучки. По 50, по 60 грамм теста, приблизительно вот так. Никогда скалкой не пользуюсь. Многие люди есть. Тесто мягкое, что я скалкой его и мучить еще. Вот так. И все. Сейчас картошечку положим. Да, похудеешь тут. Я дома испекла пахлаву, пришла. Мама, поели мы. Тут я эти пирожки поем. Вот можно похудеть в нашей семье? Нельзя? Не можем. Я ставлю такую досочку. Опа. Мама, скажи, с телефоном интереснее жизнь, чем без телефона, да? Ну, да. Например. В кого такой телефон? А если кнопочки, что можно смотреть? Я же тебе чего говорю? Ничего, только позвонил и тебе позвонил. Я хочу сказать, с таким телефоном интереснее жизнь, правда? Все знаешь, все можно спросить, правда? Или тебе все равно? Ну, я еще не все выучила. Не, ну то, что ты знаешь, разве не интересно там? Рецепты разные. Кино вот буду смотреть уже. Передачи разные. Это же очень интересно, когда именно такой телефон есть, правда? Ты так долго от него... Хохма там. Мама смотрит юмористические какие-то еще там. Вот. Хохма. Кота как умывают. Зубы чистят. Да. То есть, с таким телефоном, ты понимаешь, намного интереснее жить, чем с клопочем, которым ты раньше жила. Так. Порвал. Ну, можно залатать, да? Ничего. Ничего. Так. Руки вот так в тесто. Вот так я делаю, а потом начинаю жарить. Они еще подойдут. Ну, просто как пирожки обычные, как варенье. Да? Как пирожки обычные. СССР-овские пирожки. Ну, да. Ну, тогда же так. Такая форма была все время. Так дело. Сейчас уже разные формы делают. Сейчас уже все по-разному. Тогда вот такие были. И самое лучшее. И быстрое, и хорошо. Что там еще выдумывать? Еще что-то. Вот я когда смотрю... Ой, сейчас мои волосы. Я когда смотрю, что мама вот это делает, все. Ну, стоит. Было же момент, когда она вообще не вставала. Я думаю, боже мой, ты что? Все. Еще врачи говорят. Надо смириться с болью. Вот это, да, я еще сказала, смотрю. Для меня это просто, ну, счастье. Просто счастье. Вообще счастье. Саша, я вообще этот телефон не осилю. Ну, осилила же. Саша мне говорит, мам, ты за три дня, что я тебе показал, запомнила все. А я думала, что все. Я ничего не пойму в этом телефоне. Это сначала кажется страшно. На моих мозгов, говорю. Сначала так кажется, а потом же... Это у нас света нету, темно, потому что света нету. Мы ждем, свет будет... Через полчаса будет свет, и мы будем жарить. Нет, сейчас еще нет. Подойти. Ну, я знаю, у нас свет дают... Два часа дают, и четыре часа отключили. На два часа дают, потом четыре часа перерывы, потом опять два часа, и вот так по кругу. Да, еще неизвестно, сколько будет тут свет. Маму пока света не было, уже свет дали у нас. Пока света не было, мама все сделала. Пирожочки такие. Это Сержик, повесить штук. Сержик, это зелени там нет, да? Закрывает, может, ножи подойти. Так, мы кого убиваем. Знаете, сейчас я досмотрела... Мастер-шеф, битва сезонов. Там, где уходит парень Кривец. Кривец? Там украинское, наверное, Кривец. Такой тяжелый... Такое ощущение, что я тяжелый сериал посмотрела. Ну, не хочу говорить об этом. Плохо себя ребята вели, там нельзя гнобить человека. Только потому, что он другой. Не знаю. Тяжело. Да, посмотрел. Настрой не спортиется. Пирожочки уже вот такие у нас. Жарятся. Вот целый тазик будет. Здесь много. Вот мама мне уже... Ну, так можно разве похудеть? А? Вот, видите, такая красота. Получается очень тонким, хрустящим. Видите, оно какое тонкое. Просто тонкое тесто. И очень вкусное. Пышное. Кстати, прям звук такой. Пышное.